Володя всегда наши диалоги, они много лет уже крайне глубокие. Володя очень много нам передал, и отчасти он где-то в какой-то мере вдохновитель даже нашего проекта, потому что Володя за много лет до появления «Пути сердца» начал делать общение с мастерами, мастерами разных традиций мировых, людей, которые, вот Володя, появляются, которые прошли по своему пути, идут по пути, которым есть чем делиться. Они помогали нас какое-то количество фильмов даже собирать, вот, поэтому Володя, он такой, незримое присутствие во всем нашем проекте всегда. Володя. Привет, Костя, привет, Лу, привет, родители участницы. Слушай, по-моему, отлично звучит, все отлично звучит. Да, сейчас все стабильно, хорошо, прекрасный кинематографический фон у тебя на заднем плане, так что... Мы в последнее время, да, в этой студии снимали, многое что снимали здесь, да. Я немножко начал только краешком прикасаться, на самом деле, к представлению тебя, Володь, но обычно это долго занимает, большой период, чтобы Володю представить, я скажу... Не нужно никаких слов, просто Владимир Майков это достаточно. Гид-трансперсозер. Владимир Майков, да. Любитель, режиссер-любитель. Отчасти наш папа вдохновитель на нашем пути сердца и человек, который мне открыл ворота трансперсональной психологии. Вообще познакомился с очень многими мастерами. У вас, в хороших детей настоящих в наше время было много настоящих папы и мам. Не только физические, но и духовные, и человеческие. Я, кстати, знаешь, до того, как у нас слетела связь, я начал делиться с ребятами, что я не так давно проходил у Володи курс по путешествиям героев. И это вообще-то про нашу жизнь, про каждого из нас. Но Володя, как бы, сделал это большое исследование на основе еще исследования другого мастера-предшественника Джозефа Кэмпбелла. Любой человек, который так или иначе связан с драматургией, с кино, вообще с психологией, с любой сферы, наверное, сейчас жизни, знает это имя. Вот. И мне очень захотелось с Володей пообщаться в нашем эфире «Пути сердца» на тему «Путешествие героя. Трансперсональный подход». И вообще дело в том, что трансперсональная психология – это достаточно новое направление, но очень прогрессивное. И вообще с кем, как ни с Володей, на эту тему в этой стране, в России, на русскоязычную аудиторию, нужно общаться. С радостью поговорю на эту тему, но предваряя все, что мы скажем, я могу сказать вам, дорогие участники эфира, что путь героя – это, по сути, и есть путь сердца. Потому что, как говорил Дон Хуан Кастанеди, из всех путей следуй пути сердца, потому что только он придет к тебе к знанию, к реальности, все остальные пути ты напрасно потратишь, следуй им потратишь время и не дойдешь до цели. А дело в том, что, конечно же, Дон Хуан Матус и Карл Скастанеда нас вдохновили с этим названием этого проекта. Но, знаешь, мы, когда мы назвали проект «Не путь с сердцем», как говорил на самом деле Дон Хуан, а «Путь сердца», нам однажды даже сделали замечание, кто-то написал, что «Ребят, вы ошиблись». Нет, мы не ошиблись, мы специально, у нас наше название «Путь сердца». Хотя, конечно, у нас история Карл Скастанеда сильно всех повлияла в какой-то момент жизни, а Володя сделал в этом кино. Если более русские люди, потому что в России коренная практика исихазма, мистической традиции православной церкви – это сердечная молитва или молитва сердца. Не с сердцем, а сердце. Сердце молится. И здесь сердце – это не только физический орган, главный вместе с легкими для нашей жизни и энергии, но также и метафизический орган, то есть выходящий за пределы, это метафора человеческой жизни, это сущность человеческой жизни. Это его, во-первых, середина, сосредоточение и сущность. То есть это самая суть человека. Вот что такое «Путь сердца». Значит, идти по сущностному пути. А для нас, команда, это был обет. Для нас это был выбор. Когда-то мы поняли, что… Ты же помнишь, Володь, нас еще со старым названием, в старом качестве, в котором мы в какой-то момент рассыпались, потому что мы просто выгорели. Ну, такое, значит, психологическое выгорание команды произошло. И вот мы ушли, собственно, в тренинги, всякие наши ретриты, преподавания. А когда появился проект, который помогает людям идти по своему пути, мы все сразу собрались тем же самым ядром и пересобрались и назвали нашу команду «Метафорофилм». Вот. И это, на самом деле, был наш обет, идти по пути сердца. Кстати говоря, я знаю, что, оказывается, нейроны, есть нейронные клетки не только в мозгу, а еще и в сердце и в животе. Да. Некоторые даже смеются над тем, что мы думаем с желудком, потому что там примерно такое же количество нервных клеток. Ну, на самом деле, смешно-то не смешно, но когда жрать хочется, редко, на самом деле, можно о чем-то другом думать. Метафизический голод или чувственный голод, пищевпечатлению Гуржиева, да? Недаром он вообще весь обмен человека с мирой, энергией, смыслом и назвал «фабрика пищи». То есть есть пища физическая, есть пища душевная, есть пища духовная и за пределами всего метафизическая. Так что в этом большой смысл. Ты знаешь, Володь, у нас есть у нашего проекта большая мечта. Мы, когда у нас появится такая возможность, очень хотели бы, чтобы ты нам помог сделать тоже фильм с Станиславом Грофом, с твоим большим другом. И поэтому, если ты нам сможешь как-то раз, однажды с этим поспособствовать, я знаю, что это сейчас сложно. Может быть, это сделать какое-то дистанционное такое вот общение. Ну или приехать к нему в Германию, где он сейчас постоянно живет, договориться. Это проще всего, когда начнутся полеты. Съездить и за день-два там можно, в общем-то, пожить с ним вместе и что-то сделать. Да. Есть сделанный недавно фильм о нем и о всей его жизни, о всех открытиях. «Путь психонавта» называется. На моих сайтах ссылочки на сайт фильма, и там можно посмотреть, там субтитры на семи языках. Очень талантливый фильм, кстати, где использовано колоссальное количество фотографий из всей жизни Грофа, колоссальное количество его собственных рисунков. Ну вот весь архив Грофа мастерский в этом фильме использован. И неплохая очень компьютерная мультипликация для того, чтобы представить холотропный мир, мир воображения, внутренней жизни. Я горячо рекомендую посмотреть себе этот фильм «The Way of Psychonaut» называется он. Полуторачасовой примерно. Это, в общем, шедевр. Для того, чтобы, ну как бы, посмотрев, что уже сделано, идти дальше. Как ты умеешь? Да, да, понял, понял. А кто это сделал? Это кто-то из твоих? Нет, это американская пинемиография женщины. Фильм уже завоевал в Европе на одном из фестивалей, там, главный приз. Ну, да, слушай, друзья, я хочу сказать, что как мы с Володей познакомились. Я 15 лет, скажем, нет, 17 лет назад я везде путешествовал по миру, по планете с книжкой «Космическая игра», которую Володя когда-то давным-давно издал. Мне мой друг ее подкинул и почему-то так складывал, что я просто с ней путешествовал. Я иногда ее открывал и почитывал на каких-то страничках. То Уильяма Блейка, то Тит Натхана стихотворения, то еще что-то про театр мистерии. Она специально для путешествий сделана, она самая маленькая, наверное, из всех книг Грофа. И в таком удобном формате для путешествий можно в любой рюкзак сунуть и не отягощает. А кроме того, сама стиль книжки подразумевает вот такой поиск, игру, путешествие и какую-то авантюру, связанную с этим. Ну, ты знаешь, я понял, почему я не читал раньше. Когда я вот заболел на Тибете той болезнью, я потом на выходе открыл вдруг, она мне попалась, эта книга, и я был в шоке просто, потому что она мне про меня рассказывала. Я настолько был потрясен тем, что я там прочитал и про театр мистерии. Эта книга мне заложила множество семян, которые вот сейчас многие уже проросли или прорастают. Но самое главное, что я, наверное, узнал про вот этот метод, вообще про холотропное дыхание. И я решил поинтересоваться, как я могу с этим познакомиться. И просто в конце открыл страничку, узнал, кому позвонить, и оказался у тебя на семинаре. И потом это 4 года было погружение в мир трансперсональной психологии. Вот, чем хочется и поделиться с нашими зрителями. Потому что это такая таинственная психология, потому что все знают про Фрейда, все знают про Юнга, многие знают даже там про Франкула, кто не погружен глубоко в контекст. А трансперсональная психология, это такая, знаешь, какая-то, вот я знаю, среди наших даже друзей, это не всем знакомая история. И вот мне очень интересно, как ты разобрал путешествие героя. Ты мог бы рассказать, кто такой герой? Герой, конечно. Герой – это человек, который следует сердцу своему в жизни. Самому главному, самому сущностному. Но следует даже не в обычном смысле, а пламенно следует. Да, у него, как у Прометея, как у Данка, сердце горит в этом следовании. И он в очень чутком, очень тонком контакте с собою и с миром. То есть он чувствителен к сущностным сигналам от мира, который называется зов к путешествию, приглашение к путешествию. И второе, что очень важно знать, герои – это люди, которые в контакте с энергией. Потому что героизм, по сути, это и есть та энергия, которая движет нами, на самом деле движет нами в нашей жизни. В двух словах коротко я бы определил это так. А для просторного определения, ну, конечно, требуется больше времени. И я недавно закупил вот онлайн-курс, на который были в том числе и выслу. Для меня высокая честь, что такие эксперты в мире творчества нашли что-то интересное для себя в этом курсе. Ну, и Олеся была из нашей команды, практически со-режиссер всех моих проектов. Ну, правая рука по меньшей мере. Так что мы, я надеюсь, что взаимно и обращаясь, проводя семинары, я, конечно же, всегда мысленно знал, что вы здесь. И поэтому обращался к вам для того, чтобы рассказать о таком большой картине своего рода сумме всех моих открытий в этой области. Но дело в том, что интересно... Суть путешествия героя, тренинг по героизму, это и есть не что иное, как совокупность теории и практики о том, как жить по-настоящему, полной жизнью, на всю катушку. Это и значит следовать энергии. Ну, и, конечно, в такой жизни много преград для такой жизни, и мы их должны преодолевать. И это тоже очень важная часть путешествия героя, как преодолевать неизбежные трудности на пути к полноценному раскрытию, к полноценной жизни, которая у нас есть и в области того, чтобы стать творцом совершенным, и для того, чтобы стать хорошим человеком, настоящим мужем, настоящей женой, настоящими родителями, настоящим бизнесменом, настоящим политиком, настоящим человеком в любой другой профессии. Это все имеет отношение к героизму, потому что, коротко, героизм – это жизнь на всю катушку по-настоящему. А для этого требуется, конечно же, и смелость. Да, ты знаешь, я вот могу еще вспомнить, что когда я эту книжку прочитал «Космическая игра», я был под глубоким впечатлением. Потом я уже и другие книги игров прочитал, но это всегда моя любимая все равно остается книга. Она меня отчасти в театр мистерии направила, то, чем мы потом уже начали исследовать, заниматься на наших ретритах, тренингах. И я пришел на холотропное дыхание и провел 4 года с тобой, проходя всевозможные разные темы, семинары, даже шел по грофтрансперсовым программам. Но до конца не дошел, потому что ты меня благословил тогда на Випассову. Я уехал и ушел медитировать уже потом надолго. Но хочу сказать, что даже путешествие в холотропное дыхание, это же большое путешествие героя. И герой путешествует, я так понимаю, что как раз по всем этим и лабиринтам подсознания, и над, в трансперсональные сферы. И вот с точки зрения трансперсонального подхода, путешествие героя в себя что включает? Просто мне очень интересно, что ты рассказал про… у тебя же 12 этапов уже, да? В твоем исследовании путешествия героя. Путешествие героя, оно, на самом деле, знаешь, вот я к чему все это клоню? Что оно начинается-то у нас, если не брать подход древних наук и астрологии, если мы туда не будем совсем заглядывать, то что с точки зрения трансперсональной психологии, путешествие начинается с самого попадания внутри утробы. Да, и с самого утробы. Конечно, конечно, мы снова вернулись на планету Земля. Да, согласно Тибетской книге мертвых, да, мы выбрали именно ту пару родителей, мужчину-женщину, и в момент совокупления экстаза, слияния сперматозоида и яйцеклетки, наше сознание вошло туда, в это место, и началось наше новое героическое путешествие. Сперва внутротропная фаза этого путешествия, и там тоже бывают испытания, например, сложные моменты болезни мамы, интоксикации, и наконец, конечно, самый большой вызов – это роды. И недаром Джосеф Кэмпелл, большой друг Танислава Грофа, говорит о том, это в фильме «Путешествие героя» в шестисерийном беседах Джосефа Кэмпелла с Биллом Мойерсом, первый как раз фильм о путешествии героя, и Джосеф Кэмпелл там говорит, что каждый из нас – герой в своем рождении. Да, и более того, четыре перинатальных матрицы, четыре цикла родов. Первая перинатальная матрица – слияние, вторая перинатальная матрица – схватки, то есть начало родов, когда все сжимается на выходы и пути нету, безнадежность. Третья фаза – третья перинатальная матрица, когда прохождение через родовые пути, страшные испытания, ужасы, войны и так далее, страшный суд, борьба за жизнь и смерть, секс, смерть и насилие – вот это слоган Грофа для обозначения сути третьей перинатальной матрицы. И четвертая матрица – рождение в новый мир, освобождение, решение проблем. Так вот, это, во-первых, четыре фазы путешествия героя, которые открыл Джозеф Кэмппел от начала спокойной жизни. Слышание зовов, переход в путешествие в другой мир, преодоление всех сложностей и снова возвращение с победами и дарами в свой, но новый мир. Ты уже другой, мир другой. И это универсальная структура всей нашей жизни. То есть это структура любых кризисов, любых ритуалов и точек перехода в нашей жизни, моментов выбора, конфликтов, интенсивных, сверхординарных переживаний, например, которые бывают в сессии голотропного дыхания. Поэтому структура путешествия героя, структура рождения может присутствовать во всех этих экстремальных переживаниях, в том числе и в сессии голотропного дыхания. И самое главное в этой структуре, с точки зрения течения процесса, и я на этом хочу особое внимание обратить, это, конечно, энергия. Работа с энергией, энергия. И энергия тоже самое главное в путешествии героя. Более того, я структурировал вот в своей большой карте героического путешествия, которые я назвал «Восемь историй», которыми мы живем, вы, слово, хорошо с ней познакомились. Восемь видов энергии, характерных для каждого из восьми путешествий. Или три вида энергии, характерные для трех фундаментальных путешествий, мифического, экзистенциального и трансперсонального. В экзистенциальной сфере человеческой шесть героических путешествий, и, соответственно, шесть главных видов энергии. Так вот, путешествие героя происходит тогда, когда мы в контакте с энергией. Первоначально это энергия зова, а потом, когда мы следуем зову, это наша энергия. То есть энергия всего путешествия. И самое главное – это быть в контакте с этой энергией, объединяться с этой энергией, и только тогда мы можем этой энергией управлять. То есть только тогда мы можем стать истинными героями. И в этой связи я должен сказать, что ключевые практики работы с энергией, открытые человечеством, это фундаментальная подготовка к героизму в своей жизни, для того, чтобы стать реально героями. И к числу вот этих ключевых практик, прежде всего, я отношу те практики, которые работают с энергией напрямую, напрямую с энергией тела, с энергией тонкой, с энергией дыхания. Какие это практики? Ну, они всем известны. Это, конечно, практика пранаямы, все виды практики, то есть работы классические с дыханием во всех мировых традициях. Мы используем различные виды дыхания, различные виды энергии, проявляем и объединяемся с ними. И вот только тогда, когда мы едины с ними, мы можем этими энергиями управлять. Это классические практики цигун. Это сокровищница китайской культуры. Не только практики в боевых искусствах, в тайдзи, но практики цигун прежде всего тонкие системы движений и дыхания, которые нераздельны. В цигуне все управляется дыханием. Да, мир есть вдох и выдох, проявление дыханием. И это еще более проявленная в отношении реальной ситуации практика, потому что здесь мы работаем не только напрямую с дыханием, которое есть энергия, но мы работаем также и с движением. А движение – сущность нашей жизни. Недаром ключевые медитации в духовных традициях. Первая медитация – шамадха – это покой, а вторая медитация – випассана – это уже движение, это весь мир, это все чувства, это вся реальная жизнь. И мы поначалу объединяемся с покоем, а потом объединяемся с движением, потому что только это движение и покой представляет жизнь. Ну и, конечно же, если брать, например, три главных вида проявления энергии в тибетской традиции, любимой нами, то это, конечно, покой, это движение, которое там представляется как радость, как танец, радостное проявление всего и вся. И это гнев. И в тибетском энергии, как известно, есть мирные, радостные и гневные божества. Ну, в отношении мирных нам понятно, радостных тоже это движение. Причем тут гнев. Нужно быть сильным человеком, нужно уметь защищать себя и своих друзей от напастей, врагов, и для этого требуется гнев. То есть в чистой мирной форме, когда мы просто находимся в энергии, мало кто рискнет к нам пристать. Это небезопасно нападать на такого воина. И поэтому это, что называется, мы выглядим гневной форме просто потому, что у нас много энергии, много силы. И мелкие нападки и пакости, мелких шавок, мы просто отряхиваемся от них, да, не обращая внимания, продолжая свой путь. А с сильными противниками мы проявляем еще больше гнева, и мы способны стравиться с хатоническими божествами и овладеть их энергией. В этом смысл мифического путешествия. Стать хозяинами вот этих энергий, которые иначе разрушают нашу жизнь. Энергия негативных эмоций, страстей, энергия витальных проблем, разрушающих нашу жизнь на телесном уровне. То есть энергия кундалини в том числе, например. Поэтому героическое путешествие – это, по сути, путешествие ко владению всеми энергиями жизни. Всеми энергиями, которые струятся через нас на всех уровнях. И вот в моей карте я впервые представил полную карту этих энергий. Дал их описание, практики, как с ними объединяться. Ну и, естественно, я не первооткрыватель этих практик. Я просто привел примеры известные. И в героическом путешествии работа с цигун, которым ты занимаешься соль долго и стал уже потрясающим мастером вместе с Лу, этих практик имеет колоссальное значение. Если вы хотите быть героями, то практикуйте цигун. Практикуйте хотя бы пранаяму или хотя бы йогу звука. Или хотя бы любые практики, которые помогают вам, но очень важно, на всех уровнях объединяться и быть хозяевами этих жизненных энергий. Спасибо, Володя, что ты ответил. Так что героизм имеет колоссальное отношение к цигун и к другим практикам. Ты затронул эту тему. Мне это очень приятно. Я помню, что наш путь сердца, когда мы с тобой общались, я у тебя после, по-моему, эфира, я не помню, в фильм это вошло или нет. Я, по-моему, или я тебя спросил в этом фильме, что как ты считаешь, вот осознание, глубинное осознание ситуации, оно способно полностью исчерпать ситуацию. И ты мне сказал, что не все ситуации могут быть через осознание исчерпаны, что куда-то нужно идти глубоко через работу с энергией. И разные методы использовались в разные времена. И я понимаю, что на самом деле, конечно, мое исследование цигун и на самом деле достаточно уже большой и долгий опыт преподавания цигун. И, кстати говоря, мы сейчас возобновляем нашу онлайн-группу постоянное занятие. Сделали на этой неделе пробное занятие первое. И будем заниматься несколько раз в неделю. Приглашаем. Вот. А ты знаешь, наше исследование в какой-то момент нас привело к тому, что мы, конечно же, стали говорить про утрату энергии. Как утрачиваемую энергию? Где у нас залежи энергии? И когда вот начали делать наши тренинги, через игровые формы, через разные формы, осознали в какой-то момент, что на самом деле огромное количество залежей энергии просто находится в страхах. В наших запертых всяких разных штучках, которые у нас в течение жизни закупорены сидят. И вот отворение этих врат на самом деле освобождает огромное количество запертой энергии. Мы можем не только приобретать энергию. Мы можем ее утрачивать. И мы благополучно утрачиваем энергию в общепринятом плане обычной жизни. Это стресс. Кроме того, вот этими пылесосами, отсасывающими нашу энергию, являются часто негативные эмоции и конфликтные ситуации нашей жизни. Проблемы, которые возникают у каждого из нас. И необходимо защищаться от этих проблем. То есть работа защитных механизмов. Эта энергия связи требуется на них. Это тоже блокировка нашей жизненной энергии. Поэтому, конечно, для того, чтобы вернуть себе всю свою жизненную энергию, нужно проделать большую работу по воссобранию себя. Вот в Грофовской Вселенной этот путь называется холотропным путем. Холос целый, тропейн двигаться по направлению. И так он назвал все свои открытия, холотропная парадигма. И так он назвал главный метод, который использует необычное состояние сознания, холотропное дыхание. Как инструменты, ведущие нас прежде всего к целостности. Слушатели спросили, а какие восемь видов энергии? Я видел этот вопрос. То есть те, которые мы можем приобрести, те, которые мы теряем. Ну, очень коротко я ответил. Это энергия мифическая, это энергия человеческая, это энергия трансперсональная. Восемь видов. И в своем курсе я детально знакомлю, даю детальное описание, упражнения. Вот так просто в двух словах больше не отметишь. И в человеческой или экзистенциальной области это шесть видов человеческой энергии, которые коротко я называю энергия чемпионов. То есть людей, которые стремляются к развитию все выше и выше и выше всегда. Энергия лидерства. Дальше это энергия целителей, которые исцеляют себя и мир. Энергия хороших людей. То есть это любовь, забота, сострадание, связь с другими людьми. Дальше энергия творцов и артистов. Это все, что связано с вдохновениями, музами, творчеством, даймонами и так далее. Творчеством, выражением. Энергия реализаторов. То есть в основе их стремления построить рай на земле. Это глубина бизнеса, глубина политики, глубина социальных деятельностей. Это преобразующая вещь, чтобы мир стал раем. В этом смысл глубинный всего. И энергия канатоходцев. То есть мастеров центрированности, серединного пути, балансировки в жизни. Вот с этими всеми видами энергии, в сумме восемь видов энергии, конечно, нужно и познакомиться и овладеть всем, кто хочет пройти до конца героический путь. И тебе, в свою очередь, я предложил бы исследовать, как эти энергии проявляются в практике цигун. Это очень интересная задача. И посмотреть, как бы, мифический цигун, шесть видов человеческого цигуна и трансперсональный цигун в этом аспекте. И найти, может быть, не только из классического цигуна, но и из мировой практики, из моего курса, соответствующие упражнения. И вот такой получится героический цигун, как базовая практика для путешествий героев. Как ты на это смотришь? Ну, ты знаешь, на самом деле, очень интересно подсвечиваешь фонариком интересную сторону. Я все время исследую, и даже сейчас те занятия, которые мы делаем, все это время, каждую неделю по утрам в китайском храме провожу живые практики. И это уже, знаешь, это какой-то сплав и синтез из большого количества наработок. Поэтому такое исследование принимается. Володь, обращусь к тебе за поддержкой. Вот, слушай, скажи, пожалуйста. Я рад, что мастер будет в этом направлении подарить нам новые инструменты. для развития героических путешествий. Володя меня все время авансом дарит. Ну, на самом деле, я потом начинаю расти туда. Поэтому у Володи такие магические способности есть. Он, в принципе, со всеми так поступает. Он авансом нас как награждает, стимулирует. Потом все это происходит. Мы говорим об энергии, о восьми видах энергии, которые чрезвычайно важны. И о практиках, которые помогают нам объединиться. И в этом аспекте есть еще одна очень мощная практика. Я о ней говорил в контексте воссобрания энергии жизни, освобождения. Это холотропный путь Станислава Грофа. И раньше эта практика в основном давалась через тренинг по холотропному дыханию. А в конце прошлого года Станислав и Бригитта Гроф начали новый тренинг на новом уровне. Грофу 89 лет. Но он новатор. И в новом тренинге, который назвал тренинг «Наследие Грофа», он представляет вообще все возможности, открытые ими, при изучении 65 лет, изучении необычных или измененных состояний сознания, для того, чтобы мы могли ими пользоваться в повседневной жизни. То есть это впервые максимально широкое исследование не только в практике холотропного дыхания, но и при работе с психо-духовным кризисом, с любыми экстремальными ситуациями, в коучинге, в кризисах жизни всех, при работе с экстремальными энергиями, при работе с зависимостями, при помощи рожающим и совместным родам. То есть любые ситуации, где нам необходимо работать с большими энергиями, где нужно управлять им или гняться с ними, где нам необходим мастерство во владении, в использовании необычных, измененных, расширенных состояний сознания, вот как раз это и есть главный предмет обучения в этом тренинге. Не прежняя задача только холотропное дыхание, а уже все наследие Грофа. И я начинаю этот тренинг в России в моей шапочке в Инстаграме, ссылка на сайт, и есть сайт grof-legacy-training.ru, и там подробно все объяснено. С 15 декабря начинается уже первый модуль этого тренинга, который за два года можно пройти и стать мастерами вот этой Грофовской работы, ну, условно говоря, холотропной работы, так что, пользуясь случаями, я также приглашаю желающих, потому что участвовать в этом тренинге могут не только люди, которые хотят стать профессионалами в этом деле, сделать из своей профессии, но просто люди, которым важно стать мастерами работы с энергиями в жизни, мастерами вот такими незашоренными, широкими, которые знают и используют все возможности необычных состояний сознания. В творчестве, в коучинге, ведь не секрет, что даже вот такая простая практика холотропного дыхания способствует нашему раскрытию, нашему исцелению и нашим жизненным прорывам. Ты же помнишь это? Володь, скажи, а это им живое присутствие нужно или это онлайн тоже? Ты знаешь, там сейчас пока в силу условий, мы разбили каждый модуль на онлайн-часть, она месяц длится, и состоит из лекций Грофа, книг, материалов, статей для самостоятельной работы и четырех онлайнов в месяц, двухчасовых, которые провожу я и члены команды. И двух, вернее, трехдневного интенсива, за который люди пройдут интенсивные полномасштабные сессии холотропного дыхания. Две в роли ситров и две в роли дыжащих или холонавтов. Впоследствии, когда кончится эпидемия, мы будем проходить в основном в формате живых шестидневных загородных тренингов для более интенсивной работы. Но оставим также онлайн-теоретическую опцию для тех, у кого по тем или иным причинам там нет возможности посетить вот такие интенсивные тренинги. То есть такую опцию мы тоже оставим. Или люди, которые редко бывают, например, в России, как вы сейчас, да? Или люди, которые хотят только теорию пройти и практику, они проходят самостоятельно или в любых других местах и так далее. Спасибо, слушай, что поделился. Интересная история. Я почитаю, мне интересно почитать. Посмотри, да, там все уже на сайте изложено. Можно просто в Яндексе набрать тренинг «Наследие Грофы» и там первая ссылка, по-моему, направлена на сайт. Но мы можем вернуться к нашим делам героической жизни, да? Героическим путешествием, творчеством. Мне очень хочется узнать, поскольку на пути экзистенциального путешествия, да и вообще не в принципе на человеческом пути. То есть я понял, что путешествие начинается еще за пределами этого мира. Мы не копаем совсем далеко. Но вот приходит сюда малыш, и у него начинаются его первые шаги в этот мир. И в какой-то момент у нас, я так понимаю, уготовлено сколько у нас? Десять кризисов, да, на жизнь отписано? На такую среднюю человеческую. Десять, да, психодуховных кризисов? И скажи мне, пожалуйста, вот я так понимаю, что у тебя, насколько я помню, твой рассказ, что кризис, по-моему, среднего возраста очень тяжело проходил. И ты из него вышел, по-моему, через организацию какого-то большой конференции или большого события, в котором... Это была первая российская конференция трансперциональная «Между любовью и смертью», осень 1996 года. Ого! «Между любовью и смертью» и маятник человеческого бытия. Она помогла мне. То есть через творчество мы можем преодолевать самые сложные кризисы, включая кризис средних лет. Это лучшее лекарство, которое я знаю. То есть, ну, смотри, мы просто в формате исследования пути сердца говорим про предназначение, а это как раз именно об этом. И вот, естественно, возникает вопрос, как вот тем людям, кто в этом находится, какие есть методы, кто как оттуда выскакивает. Вот Володе помогло, это полная вовлеченность в дело, которое прямо с головой захватило. И я так понимаю, что это исследование, это любовь и смерть было. То есть фактически эра сетонатор. Вся панорама любви и смерти, не просто любовь и смерть. Там была линия андрогена, то есть алхимическая линия глубинная была. Там была линия жизни экзистенциальная. И там было очень много различных практик, экспериментов. Там даже было первое огнехождение в России. Лариса Веленская проводила. Есть кадры, где я весь чумазый после пепла и дыма костров. Дорожки угольные, через которые прошли большинство участников. Ну и было много-много интересных новаторских вещей. Ты знаешь, на самом деле это очень острая, актуальная тема. И может быть ты мог бы коротко по ним пробежать, по этим кризисам и по возрастам. Это же вообще про, что у каждого возраста свое предназначение, у каждого возраста. И каждый проходит какие-то свои кризисные этапы, которые потом его ведут на следующий уровень этой компьютерной игры. Ну мы можем через призму путешествия героев посмотреть на эти вещи. То есть в чем главный смысл мифического путешествия? Ведь до мифического путешествия я как все. То есть на психологическом языке я индивид. Мало очень различий можно между мной и любыми другими людьми. Дети, да, и так далее. Но когда я совершил мифическое путешествие и вернулся с даром в свой мир, меня все узнают. О, 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 это он, он, герой, король Артур, Будда, там, Эйнштейн, он совершил героическое путешествие и привнес вот это знание, этот дар людям. То есть я обрел лицо. Я стал личностью. Поэтому смысл мифического путешествия на психологической уровне это трансформация индивида в личность. Вот это происходит с нами. Я лицо. И быть личностью это значит иметь опору, опорную идентичность в многоаспектной жизни человека в современном мире. То есть я стал способным жить в мире людей, в экзистенциальном мире. Теперь, в чем смысл экзистенциального или человеческого путешествия? Кроме одной личности или одной роли, в которую я живу, в которой я прописан, той колеи, по которой я живу, называю, что это моя жизнь. Есть очень много других ролей, как открыли великие духовные традиции, как заново переоткрыл Гроф. Эти роли, эти пути доступны каждому человеку. Поэтому предназначение каждого человека в экзистенциальном измерении – развить эти возможности до максимума. Свой артистизм, свой дар к бизнесу, то есть я говорил на сущностном уровне предназначения бизнесмена, политика, социального работника и всех людей, которые действуют в внешнем мире – построить царство Божие на земле. Максимально совершенный мир для жизни людей. Вот это глубинный смысл всего. И примером этого, например, ну, допустим, крупнейшие корпорации – Apple. Помнишь недавнюю революцию? То есть MacBook на процессоре Apple, MacBook Pro и MacBook Air по мощности равен вот тому компьютеру прошлого поколения MacBook Pro, черному, который на сленге называется «ведро», который 12-ядерный стоит в нашей студии, на котором были отмаркированы все мои последние фильмы в формате 4К. Да, да. Так вот сейчас за 800 долларов студенты могут купить компьютер тоненький, маленький, с такой же вычислительной мощностью. Это конкретный простой пример. Да то, что было тогда доступно только элите, за большие деньги сейчас доступна любому студенту. Вот база для того, чтобы работать со всеми такими мощными проектами. Поэтому вот это и есть вот из таких шагов и строится Царство Божье на земле. Успехи науки, успехи технологий, новаторство в мире социальных отношений, осознанное родительствование. Да, вот Нью Эйдж революция в каком-то смысле, горы революции – это изменение нашей жизни, социальное. Развитие ко все большее и большее открытости, способности, творчественности. Это одна из составляющих важных экзистенциального путешествия. Развитие всех возможностей человеческой жизни. И на языке Юнга – это путь индивидуации. На языке древнем, алхимическом – это достижение андрогена, целостного человека. На языке Маслу – это ценности бытия, то есть такая полноценная творческая жизнь. Это инвариант в отношении человеческой жизни. То есть я становлюсь уже не личностью, а я становлюсь, совершив экзистенциальное путешествие, если использовать язык Юнга, сущностью, целым человеком. Если язык древних греков – это я обретаю акме. И, наконец, на духовном путешествии мы обретаем просветление, духовную реализацию, свободу. Выходим из матрицы, пробуждаемся, обретаем полноту. Видение и мудрость на конкретном языке – это просто прямой контакт с реальностью. Мы видим все, как оно и есть вещи. Неограниченные, не через теорию. Это знания, различные аспекты реальности. А прямое видение того, с чем мы соприкасаемся, как оно и есть, – это есть на техническом языке, собственно говоря, мудрость человеческая. И в этом смысл или предназначение духовного путешествия. И для каждого из этих трех больших путешествий у нас есть свой результат. Мы освобождаемся на духовном путешествии от всех ограничений, восприятия, познания и живем в недвойственном динамическом знании. У них есть свои структуры. Например, структура мифического путешествия, классического, кэмпеловского. Это 17 стадий в полном путешествии к Эмпелу или 12 в упрощенном, так и голливудская версия. Структурой общей экзистенциального путешествия является магический театр Германа Гесса. И структурой духовного путешествия – это структура мировых духовных путей, всех мировых религий, всех различных духовных путей. Если мы смотрим более широко на карту экзистенциальных путешествий, то каждое из шести духовных путешествий имеет, помимо своего общего достижения максимума и максимальной целости, индивидуальное конкретное предназначение. То есть, когда мы говорим о максимальном развитии вверх, достижении максимальных результатов, то смысл его состоит в том, чтобы максимально быстро освоить все известное для того, чтобы развиваться дальше, идти дальше на плечах гигантов. Это смысл вот такого вертикального развития. И достигнуть высшей реализации в избранной области. Мы не можем максимально за короткую человеческую жизнь реализоваться во всем, увы. Максимальная реализация экзистенциального путешествия на пути целителей на сущностном плане – это устранить все препятствия для роста и развития во всех измерениях жизни. Потому что болезни, травмы и являются этими препятствиями. И тогда мы достигаем совершенного или великого здоровья. Ну, об этом здоровье говорил Ницше. Нам нужно великое здоровье для того, чтобы совершать великие цели. Для этого нужен главный смысл здоровья. Для того, чтобы быть здоровым, бугоемым. Нам нужна энергия для этого. И свобода от ограничений и конфликтов. На пути хорошего человека самое главное для нас – это стать хорошим человеком. Прежде всего в отношениях. Избавиться от несовершенств. И отношения становятся тем самым инструментом развития и эволюционной практикой. В этом их один из высших смыслов. На пути творчества, то есть пути создателей, пути творцов, артистов, первооткрывателей, главное предназначение – максимально выразить себя, путь творца, создателей. И весь мир, путь ученых, например, технологов, открывающих здесь, выразить, сделать доступным всем в этом предназначении. И искусство и наука являются, они идут рука об руку, нет никакого конфликта между физиками и лириками, высшими эволюционными практиками. На пути реализаторов, политиков, бизнесменов, социальных работников мы обретаем способность знать и уметь. Это главное на пути реализации. Мы конкретно знаем людей, конкретно знаем бизнес свой и мы знаем, как этим пользоваться. У нас мастерство в реализации проектов, знания бизнеса и общества. И, наконец, на пути коннотоходцев, мастеров равновесия, мы избавляемся односторонности и ограниченности. Путь серединного пути, пути коннотоходца – это избегание крайностей. Но для того, чтобы избегать крайностей, нужно знать центр. И зная центр, мы можем позволить себе любые крайности, любые экстримы. Только коннотоходец сможет жить на всю катушку. В этом смысл серединного пути и не ограничивать себя ни в чем. Красиво назвал. И у нас мы обретаем мастерство серединного пути жизни. То есть нам доступен полный спектр всех переживаний. Вот, наверное, как я бы конспективно обозначил через язык предназначения, связав... Спасибо, Володь. ...предназначение путешествия героя. Вот, ты знаешь, мы с командой осознаем, что наш проект «Путь сердца» – это как раз такой навигатор по путям. И у нас запустились новые рубрики. Вот сейчас, ты знаешь, да, «Путь творца» – это то, что Лу ведет. Она ведет «Путь творца». У нас была неудивительная съемка недавно. Здесь живет сейчас с другой стороны, там сложно добраться, на острова художник-визионер Люк Браун. Ты знаешь, наверное, его? Конечно. Это друг Алекса Грея. Конечно. И мы с Люком провели какое-то количество времени и снимали фильм. И это получилось, честно говоря, грандиозная история. Это целая такая, знаешь, прямо полуигровая, наверное, полудокументальная постановочная работа. Люк рисовал... Это, знаешь, получается мастер-класс. Он рисовал у нас на холсте, показывал свои технологии, как он это делает. Вводил это в систему, создавал объем, выводил... Невероятно, невероятно, поздравляю. Да, то есть первые шаги для тех, кто хочет попробовать. Наблюдатели этого проекта, потрясающе. Да, он грандиозный художник-визионер. Он сейчас на наших глазах там огромное полотно он рисовал в Падмасабхаву. И у него там разные проявления. Ты как раз сегодня говорил про гневные аспекты. У него Падмасабхава в разных аспектах, в разных ипостасях. Это жизнь, конечно. Нужно быть сильным в этом жизни для того, чтобы осуществить свою миссию, предназначение. Вот, знаешь, еще хочется сказать, что, ну, во-первых, есть у нас целый ряд вопросов интересных. Нам надо бы сейчас уделить время немножко этому тоже. Вот, и еще с тобой хочу поделиться, что мы, исследуя еще утечки энергии, мы работаем вообще с энергией, в какой-то момент осознали то, что незавершенные дела, начатые и незавершенные дела, особенно тех, кто идет по пути творца. Это грандиозная утрата и утечка энергии. Потому что в какой-то момент мы приехали к нашему близкому другу, режиссеру, режиссеру Монтаза, с которым мы фильм «Сны дракона» давно уже монтируем. Помнишь, такой фильм? И я нахожу, Дима вообще не в ресурсном состоянии. Я у него спрашиваю, слушай, а что такое? Он говорит, да у меня, говорит, это уже ужасный маховик. Мне нужно делать дурацкий сериал, который совершенно не хочется делать. А при этом при всем есть давно начатые проекты, куда вот душа лежит, зовет. И ваше кино, в которое я тоже верю. И вот, знаешь, он говорит, что вот я как творец любопытен и на вдохновение действую, запускаю, как бы рожаю этих детей фактически, получается, а потом переключаю свое внимание в силу каких-то нужды и обстоятельств. Такой вот квест у творцов. И ты знаешь, вот интересно, что Лу в какой-то момент сделала грандиозный, на мой взгляд, шаг. Она сделала в какой-то момент марафон по завершению начатых дел. Она решила так, что если ей, как творцу, сложно завершать часто начатые дела, то, возможно, если она сейчас создаст группу людей, например, 70, 100, 200 человек, и они будут друг друга стимулировать завершать начатые дела. Она запустила эту штуку. Они на разных уровнях завершают, прямо 7 потоков провевают. Грандиознейший процесс. Оказывается, что незавершенные когда-то разговоры, например, со своими бывшими, это тоже, вообще-то говоря, незакрытые главы. Книги какие-то недочитаны. Но если ты не можешь просто скинуть их с себя, и она где-то подгружена в какой-то базе данных, и там сигнализирует о том, что там ты однажды нужно меня закончить, завершить, а ты новую начинаешь считать. Все незавершенное работает как тришкин кафтан нашей жизни. Через нее вытекает наша жизненная энергия. Увы, поэтому, конечно, нельзя быть целым, нельзя быть героем, нельзя быть хозяином жизненной энергии, когда ты наполнен тревухой незавершенки. Я из своего опыта помню, сколько много энергии и нового появилось, когда я завершил вот этот долгострой, первый фильм «Танец бесконечности», который пять лет длился, и благодаря твоей помощи ты познакомил меня как раз с молодой и юной девушкой, которая стала первоначальным монтажером, а полноправной участницей проекта Олехи. Но ты знаешь, это ваша магическая история. Так что после завершения мне и открылось новое эволюционное видение, и сразу я стал делать два следующих фильма одновременно, «Танец Карлса Кастанеды» и «Инструменты эволюции». А завершив их, у меня появилось следующее видение, следующие фильмы, один из них связан как раз с героизмом, «Путешествие героев, восемь историй, в которой мы живем». Это один фильм, а другой связан с творчеством. Да, он конкретно, сюжет это о Виллиусе Орвидосе, но на фундаментальном уровне это творчество как инструмент эволюции. Мы спасаемся через творчество, мы освобождаемся через творчество. И просто на примере жизни великого скульптора, малоизвестного в мире Виллиусе Орвидосе, я это проиллюстрирую. А в деталях этому будет мой следующий онлайн-курс, который тоже полностью записан о творчестве, творцах, созидателях, о жизни как практике вот такой развития в искусстве. Ну и там три большие части. Первая как раз часть начальная – «Пути творца», о том, кто такой творец на сущностном уровне, искусство как эволюционная практика, странствие по душам и первые два врага любого художника – это страх смерти и страх бытиным. Следующая большая часть средняя – это безумие творчества, безумие как самый главный враг творца. И последовательное знакомство, как быть, как сойти с ума и войти в сознание, как не бояться безумия, как протоптать коммуникативные тропы в безумие обратно. И завершающая третья часть, она связана уже с раскрытием творчества в каждом человеке. И там, конечно же, кино как эволюционная практика, театр как эволюционная практика. И ключевой момент в этой части – это импровизация как суть творчества. И это была последняя беседа, которую я записал для этого курса. Ну и я понял, почему мне долго не удавалось записать эту беседу, потому что ее можно было записать только импровизируя. И в этой беседе я выразил и структуру, и суть импровизации. Это чистая импровизация, полтора часа. И поэтому я с удовольствием тоже скоро в феврале начну этот новый онлайн-курс. Я, конечно, приглашаю как команду Лу тебя и Олесю пройти этот курс. Вот на наших временных условиях. Благодарю. Спасибо. И, конечно, приглашаю всех, кому интересно, как раскрыть в себе художника. Потому что я уверен в том, что каждый человек – гениальный художник. Но, во-первых, мы этого не знаем, не верим. О, гений где-то там. А, во-вторых, у нас нет знания, как преодолеть препятствия, как преодолеть врагов. И я поделюсь своим опытом и своими знаниями. Я пытался собрать всю мудрость человечества, весь опыт из разных сфер жизни. И я убежден. У нас, ну, где-то несколько тысяч, может быть, гениальных художников, творцов, известных всему миру. И сотни тысяч малоизвестных. Я убежден, что через 10-15 лет эта ситуация радикально изменится. И у нас будет 100 миллионов людей, которые раскрыли в себе художники. Это радикально. Они будут создавать гениальные произведения каждый день. Это радикально изменит нашу жизнь. Наша жизнь станет живым музеем, живым храмом творчества. Так что я хочу как можно скорее ускорить эту ситуацию через свои знания, курсы и тем, чем я делюсь. Слушай, Володя, ты знаешь, тут то, что ты говоришь, это, конечно, очень отзывается сердце. Потому что для нас одна из основных наших задач – раскрытие, помочь людям раскрывать самих себя. Да, раскрывать свой творческий потенциал. Поэтому то, что ты говоришь, что через какое-то время, я помню, ты говорил на курсе, что эти профессии людей, которые будут помогать другим людям раскрываться, это очень нужная, светлая и ценная профессия. А тут вопрос поступает. Тут много интересных, кстати, вопросов. Пора почитать нам. Один из вопросов – это когда вообще закончится? У тебя спрашивают, когда корона закончится? Это вообще будет? Закончится корона, начнется что-нибудь еще, потому что жизнь – это всегда, в том числе и конфликты, и препятствия разного рода. Но не пугайтесь короны или каких-то других вызовов, с которыми мы неизбежно столкнемся, потому что это вызовы для того, чтобы мы стали сильнее, для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы переосмыслили и в короне, наряду с какими-то плохими аспектами, меньшим общением, самоизоляцией, падением вообще уровня жизни, есть и положительные аспекты. Мы стали глубже чувствовать себя, мы стали больше ценить полноценное общение, мы занялись глубокой внутренней работой, по крайней мере, для меня. Я использовал эти возможности короны для того, чтобы какие-то многие вещи, на которые не хватало времени, которые были незакончены, от которых я в гуще жизни постоянно как-то уклонялся. Поэтому я с удовольствием использую вот те новые возможности, новую реальность. Конечно, в любой ситуации не нужно быть. Мы с Володей по меньшей мере стали больше общаться, чем раньше, представляешь? Больше общаться онлайн. Конечно, конечно, так что давайте общаться. Слушай, ты знаешь, тут еще есть такие вопросы. Вот про кризисы ты интересно очень рассказывал. А вот я сейчас сублимирую как бы в один вопрос несколько. Нам, как в первую очередь духовным существам в этом человеческом аватаре, можно так сказать, зачем нам нужны эти кризисы, зачем их проходить? Вопрос. Для того, чтобы идти быстрее. Кризис – это всегда точка бифрукации на языке науки, биофизики, физики живых систем или синергетики. И из этой точки мы можем выбрать пути. И мы выбираем, если мы осознанно работаем с кризисом, все возможности. Кризис – это сгущение энергии, по сути. Это энергия, переполняющая нас в прежней оболочке, в прежней структуре. Она давит на стенки этой оболочки. И это и создает переживание, кризисные ситуации, невозможности. Это аналог второй перинатальной матрицы, отсутствия выхода. И мы можем дальше, помните, Кэмпел говорил, следуя своему предназначению, ничего не бойся. Мы можем рождаться дальше. Идти в энергии третьей перинатальной матрицы для того, чтобы родиться вновь в четвертой, в новом мире. Поэтому каждый кризис – это возможность роста прежде всего. Каждая проблема – это указание на нашу ограниченность и односторонность. И мы можем использовать ее для того, чтобы избавиться от этих односторонностей. И поэтому проблемы, кризисы неизбежны. Они неотъемлемая часть жизни человеческой, которая с древних времен таким образом и структурирована. Ну, примером этого являются возрастные кризисы, например. Не будем уделять этому времени, но общую картину кризиса я дал. Ну, это понятно, что если ты как бы прошел кризис, а в кризис легко еще и соскочить и не пройти. Вот, я понимаю, что ты как раз эти вопросы разбираешь. Я знаю, что у Грофов как раз, по-моему, была даже книга такая про духовные кризисы. Ты издавал же, да, Павел? Да, 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 психодуховный кризис. Я весьма рекомендую, честно говоря, мне в какой-то момент жизни эта книжка очень вовремя пришла. То есть, когда ты даже осознаешь, что ты, блин, не одинокий, что это вообще про каждого, это уже неплохо. Вот такой вопрос. А жизнь после смерти-то будет, Володь? Или построил себе царствие на земле для других и до свидания? Вечность, она везде, в изначальном состоянии каждого из нас. Это есть доступная каждому человеку бесконечность жизни. И если нам повезет максимально выразить себя, то мы обретем жизнь после смерти в этом смысле, как все люди, которым это удалось. То есть, на нас будут опираться потомки. Мы будем ступеньками очень важными и точками отсчета для будущих поколений. Поэтому всем горячо рекомендую развиться по максимуму и выразить себя по максимуму. И, наконец, в физическом смысле, физической бессмертии поживем увидим. Пока максимально известный продолжительность жизни не превышает 150 лет исследования наукой. Все остальное – неподтвержденные вещи. Но прогресс возможен, как и на пути, который в киберпанковской картине мира. То есть, перехода сознания в сеть – это вполне возможный путь, описанный, например, в книгах киберпанковских, и теории практики, и фильме Люси. Да, мы помним недавно. Очень интересный фильм. Да, да, да. И точно так же вполне возможно и расширение, по крайней мере, физической жизни с повышением ее творческого, эволюционного качества, что номер один, мне кажется, важно. То есть, мы просто раздвигаем возможности развития в этом теле, в этих отношениях конкретных. Но я не могу исключить и возможность физического бессмертия. Есть очень интересные пути, по крайней мере, и для этого. И в мире живых существ у нас реально есть бессмертные существа. Но пока бессмертны только атомы. Например, мы состоим из осколков сверхновых звезд. Это железо, тяжелые элементы, привнесенные после взрывов в Солнечную систему, ставшие основой планет и основой наших тел. Скажи, Володь, пожалуйста, вот только что вопрос поступил. Есть ли деньги, которые приходят только для того, чтобы закрыть нужды? Что нужно делать на пути героя? Есть много измерений человеческой жизни. Мы можем работать с энергией, с человеческой, повышать уровень энергетики, обретать великое здоровье. Мы можем совершать духовные путешествия. То есть развиваться по духу, это тоже не требует материальных ресурсов. Заниматься внутренней смысловой работой. То есть отсутствие денег не является ни в коем случае преградой ни к путешествию героя, ни к просветлению. Я всегда говорю, что просветлению безразлично, какого вы пола, какого вы возраста, какое у вас образование, какой у вас ежемесячный доход, какая у вас религия и вообще даже сколько у вас рук и ног. Просветление не об этом. Оно о раскрытии сущностного измерения жизни. Поэтому на сущностном уровне все героические путешествия – это внутренние путешествия. Это прежде всего раскрытие вот этих пространств души и духа, пространств энергии. И ведя нормальную скромную человеческую жизнь, мы можем совершенствоваться и совершать эти путешествия. Володь, вот Антон спрашивает, находит ли где-то в путешествии героя постконвенциональный уровень за границами общественных, общепринятых хорошо и плохо? Ну, Ницше об этом говорил по ту сторону добра и зла. И человечество услышало его призыв. Да, оно постепенно, благодаря Ницше, сформировалась новая эпоха, эпоха homo transcendus, человека преодолевающего. Расцвел транспарсональный проект. Для этого потребовалось столетие в мировой культуре. И всплеск этого был в конце 50-х годов. Это первый искусственный спутник Земли и взгляд Земли из космоса, картинка. А затем гур-революция, психоделетическая революция, рок-революция, контр-культура, транспарсональная психология. И вообще рассвет вот этих выхода за пределы, интеграция, вселенство и видение во всех сферах жизни. Да, так что я не думаю, что здесь есть какие-то ограничения. Володь, несколько вопросов. У нас всего 5 минут остается. Я попробую, ребята, я стараюсь успеть. Есть вопрос такой. Вообще герою нужно работать, чем-то заниматься. Что он вообще должен заниматься чем-то, кроме духовным развитием. В идеале вообще. То есть, как ты считаешь? Я считаю, что духовное героическое путешествие – это одно из восьми. Наше главное героическое путешествие – это экзистенциальное. Потому что мы все люди прежде всего. Мы прежде всего люди. И поэтому для нас прежде всего задача – стать хорошим человеком. То есть отношения, родительствование. Между прочим, Георгий Иванович Гурджиев в свой институт гармонического развития человека принимал только тех учеников, которые были хорошими людьми. То есть у которых не было проблем с мужьями, женами, матерьми, братьями, сестрами. Которые были заботливыми, честными, ответственными. Хорошими людьми. Потому что он прекрасно знал, что если не решены проблемы здесь, то никакие духовные миры не откроются. Все время будет то, что стаскивает нас. Другими словами, не завершив человеческие дела, бессмысленно надеяться на успех в духовных делах. Финально. Поэтому наша главная область человеческая. Человеческая – это творчество, это равновесие, середины пути в жизни. Это мирская реализация. Сделать мир царствием Божиим, максимально совершенным для жизни. Это уметь исцелять все и свою жизнь. То есть избавляться от ограничений и препятствий. И это непрестанно совершенствоваться у чемпионов. Так что колоссальный простор для героического путешествия. Ну и, конечно, мифическое путешествие и героическое – это работа с энергией. И стать мастером энергии. Иначе эти энергии разрушат нас. Пользуясь вот этим моментом, дорогие друзья, мы, наверное, закинем позаниматься урок по Цигун. Попробуйте, если интересно. У нас будут онлайн занятия. Володя, я помню, что Кристина. Кристина, твоя Кристина, между прочим, по-моему, даже какой-то мой курс в Цигунске проходила. По-моему, 8 кусков порча. Конечно, она с большим удовольствием работает с энергией, с энергией тела. Ты знаешь, на самом деле, здесь еще вот интересный вопрос есть. Тебе, как эксперту по душам, вообще, а какая цель души? Какая цель пути души? Ну, душа – это человеческое измерение, только внутреннее пространство в нашей жизни. Мы живем в душе в своем или как душа, это внутреннее пространство, и в мире, как внешнее пространство. И другие люди, они тоже имеют это внутреннее пространство. Поэтому цель нашей души – это стать максимально просторной. Это значит развить эту душу, внутреннее ее пространство. Это вот все человеческие душевные путешествия. Дух – это высшее измерение, сущностное измерение души – это духовное путешествие. Это бесконечное измерение. Когда душа станет бесконечной, она превратится в дух, который станет всем и внутренним, и внешним. Но пока мы живем в двойственной человеческой ситуации, наша главная цель – это раскрытие души. Ну, то, что можно было бы назвать и путем сердца, между прочим, на сущностном уровне. И поэтому это и стать хорошим человеком, и исцелить все и вся, и развиваться по максимуму. Все, что мы перечисляли. Ребята, у нас, кстати, отличная компания сегодня. Собралась очень активная аудитория, Володь. Все же в итоге мы преодолели цифровые проблемы. Много замечательных вопросов. Да, я, знаешь, хочу сказать, что две минуты остается. Был вопрос про сны. Но если ты не возражаешь, я скажу, что на этой неделе, ребята, уже послезавтра у нас совершенно грандиозный фильм «Пути сердца» выходит. Мы его долго делали и, наконец-то, покажем. Эта встреча будет с пилотом, с Кнабингофом и с Ильей Кнабингофом. Мы его тоже, честно говоря, как и Володю, к титанам относим. Это грандиозная двухчасовая большая беседа, там много всего. А он известный сновидец, он осознанными с нами давно занимается, очень экспертен. И вот он красиво говорит в этом фильме прямо, что, как на языке сновидцев, мы своей жизнью ткем полотно реальности, создаем внутренний город. То есть мы здесь переживаем эту физическую реальность, уходим в сон. От того, что мы проживаем, мы конструируем некий внутренний мир, внутренний город. И когда мы из этого мира умираем совсем, то мы просто переходим в сконструированный нами внутренний город. Вот такая вот штука на этой неделе в четверг. Великолепный внутренний город, да, есть город золотой. Сразу вспоминается известная песня Бори. Так что, да, постройте и внутренний город, внутренний замок, внутренние дворцы, внутреннее пространство. Ухаживайте за ним, будьте там и строителем, и садовником. Спасибо большое, Володя. Спасибо вам всем за присутствие живое в эфире, за поддержку через это. Спасибо Кос, спасибо Лу за организацию. Вся команда тебя просто очень любит. У нас команда большая, Володя для нас это наш любимый мастер, и поэтому мы с удовольствием будем делать еще эфиры. Друзья, если вам интересно, у Володи, напомню, в инстаграме прочитайте про тренинг «Наследие Грофу». Очень рекомендую, я думаю, что мы там точно окажемся, может быть, встретимся с вами. И до встречи в четверг, Володя, дорогой, спасибо тебе. До встречи. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok